Сначала пандемия, потом санкции, сейчас Запад просто границы перекрывает, запрещает телефоны, перевозите машины россиянам. Мы куда сейчас можем поехать вообще? Мы все равно куда-то еще можем поехать. У нас по сути, ну не то, что закрыто со стороны Европы. И то же самое со стороны Соединенных Штатов Америки. Тяжело с визами, нет каких-то логистики интересной, хорошей. Поэтому действительно в настоящий момент эти популярные направления утихли. Тем не менее, есть Восток, есть Китай, есть Дальний Восток, есть Ближний Восток, есть великолепные морские курорты, не только европейские. Поэтому, безусловно, мы... А можно прям по странам назвать? Давайте, давайте. Даже здесь представлены какие-то? Да. В любом случае, это Таиланд, это Мальдивы, это Турция, это Арабские Эмираты, это сам Китай с островом Хайнань. Это все, что касается части океанической, там, где очень много таких курортов. Мы северная страна, мы все равно своим побережьем не справимся. Нам крайне необходимы теплые моря, и они у нас остались и есть. Так что все спокойно, все хорошо, все нормально. А по ценам, насколько это доступно, что ли, вот съездить в Китай или Индию? Там же тоже есть курорты такие, но это дороже, наверное, чем Египет и Турция. Ну, конечно, Египет и Турция, но Турция тоже, она подорожала все-таки. На фоне роста рубля, все равно, да, это некие инфляционные процессы. Ну, мы же их переживали не раз. Переживем мы в этот раз. Все равно к теплому морю поедут. И когда говорим о ценах, все-таки, вот знаете, не люблю эту тему почему. Цены бывают разными. Что человек еще хочет, да? Потому что для кого-то вот эта цена большая, для кого-то эта цена маленькая. Здесь вот очень важно для туриста понять, он отдыхает тогда, когда его условия приближены к его домашним или выше. Вот нужно стараться не уйти в более низкую категорию, например, проживания, пребывания себя. Все остальное в дополнение к морю, к теплому климату всегда будет успешно. А вот что-то делается для того, чтобы нашему российскому туристу за рубежом было комфортно? Ну, безвизовые, например, стран у нас больше стало, которые не нужно визы оформлять, уехать, например. Или там карта МИР, чтобы работала. В этом направлении есть какие-то продвижения? В этом направлении какие-то есть. Понятно, что сейчас тяжело, потому что все равно существуют санкции. Но мы, открывая Россию безвизовую постепенно для стран, идем как бы в таком двустороннем движении. Поэтому страны открывать... Я вам сейчас не перечислю, какие точно, но абсолютно точно, что таковая тенденция есть. Теперь перейдем к нашей... к родине. Все вот эти вот препоны, они дали, ну, непроизвольный такой толчок для развития внутреннего нашего туризма. Да, конечно. И мы, наконец-то, посмотрели на нашу страну другими глазами. В этом смысле, что сейчас происходит у нас? Есть ли какие-то позитивные перемены у нас в туру индустрии, в России? Позитивных перемен очень много. И, знаете, здесь совпало. С одной стороны, мы видели эту тенденцию к отложенному спросу. То есть, вот к этому времени люди уже немножко наелись за границей. И уже, вне зависимости от пандемии, вне зависимости от санкций, посмотреть в свою страну уже хотелось. И плюс вот это то, что подначила еще вся вот эта история, плюс то, что туризм получил некие привилегии, кредитование, субсидирование, неких лояльностях, продвижениях. Много чего было сделано. Поэтому вот это все вместе, еще раз, прежде всего, инфраструктура. Нам нужна качественная инфраструктура. У нас ее действительно не хватает. Но она появляется? Она появляется. Нужно не забывать только о сервисе. Всегда при появлении инфраструктуры нужно помнить, что в дополнении к этой инфраструктуре должен быть великолепный сервис. Людей нужно учить, как работать. Иногда, к сожалению, некоторые владельцы об этом забывают. Об этом не надо забывать. Потому что сервис может вытянуть какие-то вещи, которые, может быть, инфраструктурно не дотянуты, а хорошим отношением, расположением, правильным пониманием, что хочет туризм. Это очень важные вещи. С другой стороны, отель может быть великолепным, но абсолютно бездушным в плане обслуживания туриста. Вот это понимание, профессиональное, экспертное понимание всего этого и дает позитивное отношение к туристу, к своей стране. Вы можете назвать какие-то открывшиеся направления внутри России, которые, может быть, и вас тоже как человека удивили, куда захотелось вдруг поехать? Например, совсем недавно меня удивил Волгоград. При перенасыщенности нашего Кавказского Черноморского побережья я вдруг увидела шикарные дюновые такие песчаные пляжи возле огромной пресной реки, где, в общем-то, создана уже какая-то инфраструктура, есть какая-то даже отельная там какая-то кемпинговая база. Но людей мало, вода чистейшая, солнце, пожалуйста, помидоры, арбузы, все вы забили. Это Волгоград. Это Волгоград. Вот мы иногда не обращаем... Вот там пальмы растут. Пальмы там не растут, но помидоры шикарные. Мы иногда не обращаем внимания на наши какие-то теплые южные регионы, которые, в принципе, надо иметь в виду, что они у нас есть все-таки. Вот говорят, Дагестан тоже не раскрытая еще на контакте. Не раскрытая карта, но там делать и делать. Дагестану нужно прирастать инфраструктурой. А пейзажная, рекреационная зона, природные рекреации, это просто бомба вообще. Сколько в России таких мест, которые можно вот под это понятие туристическая бомба подвести? Конечно. Давайте попробуем перечислить вот места. Нет, то есть есть традиционные. Есть традиционные. Камчатка, Алтай, Сахалин, Приморский край. Раскрученные бренды, так скажем. Да, Калининград. Ну, я уж не говорю о Крыме, Черноморском побережье, Каспийском побережье. Ну, Каспийское еще нуждается в доработке. Это, безусловно, еще и культурно-познавательный, тем не менее, туризм. Наши города. Санкт-Петербург, Москва, Казань. Это все на слуху. Байкал, что можно еще? Карелия. Карелия. Да. А в Карелии что? Озера. Озера, лес, вода, сплавы по рекам. И там очень много инфраструктуры, опять же. Очень много небольших отелей. Вот сейчас большой процесс развития туриндустрии идет на уровне регионов. Вот, и каждый регион применяет какие-то новые свои идеи, что ли. Что вы можете сказать про развитие арктического туризма? Какие у него, на ваш взгляд, перспективы у нас в стране? И Ямало-Ненецкий округ. Вот Ямал, может быть, слышали что-то с туристическим брендом Ямал связанное? Смотрите, если говорить о регионах, все регионы хотят принимать. Когда регион поймет, что надо и принимать, и отправлять, и задумается об этом, а то вот все сидят и приезжайте ко мне. А своих не пущу, приезжайте ко мне. Вот это вот, это кровь, да, вот туризм, это вот когда все ходят, едут и так далее. Ямал, это богатый край, с очень интересными людьми, интересной историей, вкусной рыбой, белым снегом. И это один из очень-очень немногих регионов, в котором я еще ни разу не была. А вы знаете, что до Ямала, до Заликарда, из Москвы всего два с половиной часа лета? Знаю. И еще не были. Но вот сама Арктика, северное сияние, белый снег, гиперборейная какая-то наша российская история, глубинная, которую мы не подаем правильно, не умеем готовить, как историю, а надо бы. Все хотят увидеть то, чего нет. Чего не видели никогда. У арктического туризма огромный потенциал, потому что это наше уникальное явление, которое мы даже до конца не понимаем, что это наше уникальное явление, которое мы до сих пор неправильно, может быть, преподносим, и с этим надо тоже справиться. Но сама Арктика, ее в какой-то степени суровость даже, она тоже оригинальна. Поэтому потенциал, еще раз говорю, огромный, и на это люди едут. Особенно из теплых стран, мы к ним, а не к нам. Вы запланировали поездку на Ямал когда-нибудь? Если меня кто-нибудь позовет, я обязательно приеду на Ямал, тем более так близко лететь.